Информационное противодействие терроризму обсудили в Чебоксарах, но в начале заседания антитеррористической комиссии речь зашла об устранении последствий вчерашнего урагана. В минувшие сутки Чуваша, как и другие регионы Приволжия, пострадала от непогоды. В 93 населенных пунктах республики из-за шквалистого ветра отключилась электроэнергия. Без света остались свыше 11 тысяч домовладений, более 24 тысяч человек. Вчера почти в полночь поврежденные участки электросетей были уже восстановлены, а сегодня специалисты приступили к ремонту крыш, социальных объектов и расчистке территорий от поваленных деревьев. Крайне важно, чтобы в случае чрезвычайных ситуаций были работоспособны резервные источники электроснабжения. Без этого трудно вести аварийные работы. Природа проверяет нас на прочность, на бдительность. Для сведения могу сказать, 93 населенных пунктов было в случае отключения электроэнергии. Это начиная с утра до вечера были сформированы все эти оперативные ремонтные аварийно-восстановительные бригады и в принципе справились с теми задачами, которые стояли перед органами власти. Что касается защиты информационного пространства от различных деконструктивных проявлений, то здесь работа должна вестись комплексно. Занимаясь вопросами освещения такой специфической темы, как противодействие терроризму, важно сохранить объективность, думать о целесообразности материала. И это уже на совести журналистов. Неслучайно многие из них проходят подготовку на специальных курсах, чтобы понять, как подавать информацию. Информация о ходе расследования экстремистских и террористических преступлений выдается в информационных выпусках новостей, а также в программах, созданных при содействии правоохранительных и контрольно-надзорных органов. У правоохранительных органов своя зона ответственности. Все силовики обязаны работать на предупреждение. Говорили на заседании еще об одной угрозе – открытом интернет-пространстве, которое стало площадкой для экстремистов. Только в этом году в единый реестр были внесены более двух тысяч интернет-сайтов, содержащих запрещенную информацию. В этой борьбе нужны радикальные меры. Свои слова должны сказать и активисты. В некоторых вузах уже работают кибердружины, пресекающие преступную деятельность в интернете. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика.